Трехсторонняя встреча в Москве продемонстрировала, что армянская и азербайджанская стороны по-разному оценивают итоги военной кампании и по-разному оценивают перспективы дальнейшего развития процессов на Южном Кавказе в зоне бывшего Нагорно-Карабахского конфликта. Армянская сторона по-прежнему считает, что в повестке дня должен оставаться вопрос статуса Нагорного тогда как азербайджанская сторона видит перспективы в развитии тех положений, которые зафиксированы в трехстороннем соглашении по итогам войны. Об этом заявил канал-13 азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги трехсторонних переговоров в Москве лидеров России, Азербайджана и Армении. Напомним, что участники переговоров подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В нем, в частности, сообщается о создании рабочей группы, которой будут руководить вице-пемьеры трех стран. Она займется вопросами восстановления экономических торговых транспортных связей. «Реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит и интересам Российской Федерации», – заявил российский президент Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров в Москве. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе. Совместное заявление 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу, и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, сказал Ильхам Алиев. А пемьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Нагорно-Карабахский конфликт все еще не урегулирован. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, один из которых – статус Нагорного Карабаха, сказал Пашинян на совместном с президентами России Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве. По мнению Ильгара Велизаде, азербайджанская сторона смотрит в будущее, армянская сторона оглядывается в прошлое. И эти диаметральные позиции, с другой стороны, нивелируются и интересам России, которая предпочитает говорить о реализации пунктов соглашения от 9 ноября и делает ставку на решение вопросов, вытекающих из девятого пункта соглашения, в частности, деблокирование путей сообщения в регионе, а также развитие экономических процессов. Азербайджанская сторона демонстрирует свой интерес в развитии этой части соглашения, кроме того, заявляет о том, что Нагорный Карабахский конфликт решен и теперь необходимо думать о будущем, подчеркнул собеседник Канал-13. По словам политолога, Россия также предпочла бы относиться к этой ситуации, потому что будирование темы конфликтов непосредственно и близят российских границ, чревато негативными геополитическими процессами или последствиями для России, чего Москва сегодня пытается избежать. Любой конфликт, лишний конфликт, еще один конфликт у границ России, России сегодня не нужен, отметил Ильгар Велизаде. К сожалению, трехсторонняя встреча, которая прошла в Москве по инициативе президента Российской Федерации, продемонстрировала, что армянская и азербайджанские стороны по-разному оценивают итоги военной кампании и по-разному оценивают перспективы дальнейшего развития процессов на Южном Кавказе в зоне бывшего Нагорно-Карабахского конфликта. Армянская сторона по-прежнему считает, что в повестке дня должен оставаться вопрос статуса Нагорного Карабаха, тогда как азербайджанская сторона видит перспективы в развитии тех положений, которые были зафиксированы в трехстороннем соглашении заявлений сторон по итогам войны. В этом смысле азербайджанская сторона, можно прямо сказать, смотрит в будущее, армянская сторона оглядывается в прошлое. Конечно, вот эти диаметральные позиции с другой стороны нивелируются и интересам России, в частности, которая предпочитает говорить о реализации соглашений, пунктов соглашения и делает ставку на решение вопросов, вытекающих из девятого пункта соглашения, в частности, деблокирование путей сообщения в регионе, а также развитие экономических процессов в этом регионе. Поэтому обращает на себя внимание совместное заявление уже по итогам встречи, где сказано о создании рабочей группы, которая должна выработать предложение по реализации пункта, связанного с деблокадой путей сообщения, а также положение, которое фиксируется на основе интересов развивать экономические контакты. Вот азербайджанская сторона демонстрирует свой интерес в развитии этой части соглашения. Кроме того, азербайджанская сторона заявляет о том, что Нагорно-Карабахский конфликт решен и теперь необходимо думать о будущем. В целом, российская сторона также предпочла бы относиться к этой ситуации. Почему? Потому что будирование темы конфликта в непосредственной близи от российских границ чревато негативными геополитическими процессами или последствиями для России, чего Москва сегодня пытается избежать. Любой конфликт, лишний конфликт, еще один конфликт у границ России, России сегодня не нужен. Ну вот, примерно такая ситуация сегодня складывается в регионе. Но при этом, при всем, азербайджанская сторона обращает внимание на положительные моменты, связанные с и трехсторонней, это трехсторонней встречи и на те положительные моменты, которые фиксируют трехсторонней соглашения, которые были подписаны 9 ноября. ДАВЛАРНЫ НАТРИЛИ ЧИЧЕКЛАРИНИН ТЕРАВВАТИНИ ОЗУНДА ЦЕМЛЕЙЯН ТАБИИ АРБАЛЫНЫ СИЗА ТЕКЛИФ ЕДИРИК. Табиатин, инсанлара бэхшетдики, 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 мэссулы илдетмэкчин, экранда gördüyünüz нөмрэйлэй лэ әлаqэ сахламағаныз кифайетдир.